Ксеноптики подвели итоги второй декады ноября. В Омске она оказалась самой холодной за всю историю наблюдений. Температура в это время была ниже нормы на 15-18 градусов. Впрочем, после недельных заморозков в сибирские города пришла оттепель, возможно, ненадолго. О последствиях холодов в материале моих коллег. За окном осень, а на термометре минус 38. В такую погоду мерзнут не только люди. Работать отказывается и техника. В компаниях по отогреву автомобилей Аврал. Александр Черногородов в морозные дни работал без перерыва на обед. Заказы поступали со всех округов города. Обращались в большинстве случаев водители иномарок. Бригад 10 у нас ездит по городу, отогревает автомобили, холода. Ну вот, справляемся понемногу. Заказов хватает. Бум вообще хватает. Люди к выходным отогревают. Сегодня днем они на работах, вечером звонят, утром. На трассах Омской области появились мобильные пункты обогрева. Полицейские дежурили рядом с заправками, станциями техобслуживания и у придорожных кафе. Отогреться помогали не только водителю. Замерзшую машину полицейские отгоняли до ближайшего теплого бокса. Самой холодной в Кузбассе стала ночь с 18 на 19 ноября. В отдельных районах области столбики термометров опустились ниже отметки в минус 40. Люди вынуждены были отказаться от личного транспорта и пересаживаться на общественный. У нас как бы на каждого человека по два автомобиля в семье. Ну, так как они мерзнут зимой, приходится ездить либо на такси, либо морозить пятую точку в трамвае. Впрочем, общественный транспорт тоже мог подвезти. В Кемерове только за первый морозный день произошло шесть обрывов проводов. Стали троллейбусы и трамваи. В транспортные компании поступили десятки жалоб. Возмущались горожане с боями в расписании и холодом в салонах. Трамваи, да, холодно. Особенно, когда на утрешнем едешь, вообще холодно. Есть вот эти зелененькие трамвайчики, там тепло. А вот старые наши, там холодно, конечно. В Новосибирске на улицах работал мобильный пункт обогрева для бездомных. По сути, это обычный автобус, но с дополнительным отоплением. В нем бродяги могли согреться, выпить чаю и получить медицинскую помощь. Экипаж, волонтеры, медик и социальный работник. Переохлаждение очень быстро наступает. Даже люди достаточно благополучные, ну, недостаточно, абсолютно нормальные люди, не успев одеть перчатки, там, 10 минут отморозил пальцы, там, забыл, не нес сетки. То есть очень много случаев. Вот, а если человек еще и не первый день, там, находится на улице, очень высок риск летального исхода. Люди просто замерзали на улицах. В трампункты обратились более 500 человек. Аномально холодная погода спровоцировала рост числа бытовых пожаров. Большинство из них из-за нарушений правил эксплуатации печного отопления. В Новосибирской области сгорело 46 домов, в Омской ликвидировали 40 возгораний. Спасатели при этом советуют не расслабляться. Зима еще впереди. Дмитрий Ковалев, Александр Руяткин, Александр Рябуха, Мария Черешнева и Кирилл Полиенко. Новости здесь, Омск.